Любому обществу, любому человеку нужна вера. Вера в себя, вера в семью, вера в флаг, вера за тех, кто стоит у тебя за спиной. Ведь когда-то солдаты говорили, что за нами Москва, и это была вера. Вера, чтобы лечь на поле боя и не дать врагу пройти, это тоже вера. Вера в Бога, это тоже вера. И очень часто приходят моменты, когда ты без этого просто не можешь, когда больше не к кому обратиться, ты находишься сам с собой наедине и начинаешь потихоньку верить в то, что тебе это необходимо. Ты веришь в то, что это есть. Доказательств нет, но ты веришь, тебе так легче с кем-то поговорить. Это иногда как третийский судья, к которому можно обратиться с просьбой, с мольбой, с советом. Уж как ты потом это услышишь, это уже твое. Но иногда это просто необходимо. Если это не мешает жизни обществу, если вера не вторгается, не выламывается, не выламывает двери в тебе, в дом, и не говорит тебе в приказном порядке «Верь!», а это исходит из сердца твоего, тогда это достойная вера. А когда это запрещенная в России террористическая операция ИГИЛ, которая насаждает веру другими путями, тогда это не вера, это мракобесие. И то, что с ними сегодня происходит, и наказание, которое они сегодня несут, это вот та самая кара им за то, что они надругались и продолжают это делать над собственной верой. Так же и у нас. Вера – это выбор. Вера – это состояние человека, души, сердца, общества. И вот здесь самое главное – тем, кто стоит рядом с верой, не переломить эту палку, не перегнуть то самое общество, не сделать из общества антагонистов по отношению к вере. Вот это самое главное – присутствовать и давать надежду. Но не искать возможности, как я уже говорил, вломиться в любой дом. Не надо.